Это просто джекфорд, я не могу в это поверить, я даже мог речь, что за прицельском фонде. Смотрите, курица, 2 килограмма, 59 килограмм. Я так хотел себе путь, ты говоришь, что это последнее, что это было в русле. Ну, да, просто так следует, потому что это последнее, куда это отдевается, отдевается и нет. Всем доброго времени суток, ребята. Вы можете подумать, что это видео записано давно, но нет. 29 мая, на улице дождь, ветер. Не знаю, когда это будет стабильность, когда будет тепло. Ребята, огромная просьба, пожалуйста, подписывайтесь на канал, потому что очень много людей без подписки. Сегодня у нас вторая попытка, мы едем в Швецию, там, где вроде бы как дешевые цены. Я постараюсь вам все показать, насколько дешевле, чем в том городе, где мы были в курортном Швеции, и насколько дешевле, чем в Норвегии непосредственно. Покажу вам название магазина, поснимаю вам все цены, что смогу. Если мне не сделают замечание, они попросят мою камеру отключить. Поэтому все, ребята, поехали. 29 мая, мы в Швецию, только вот приехали. Смотрите, на улице лежит все. И он срывается, снег, идет снег, это жесть просто. Ну, в общем, ребят, приехали, смотрите, куда мы. Вот такой вот торговый центр. Нам нужно магазин Еврокэш. Вот там мы говорят, ребята, что цены низкие. Я сейчас возвращаться буду. А, окей. Пойдем разведаем по ценам, посмотрю, покажу вам, поснимаю. Да. Люди тоже идут с банками, куча. Мы заходим в торговый центр. Теперь по этой будке отправляются. . Можно мешок сразу высыпать, они по одной банке. Здесь по одной, да? А там некоторые мешочки. Выкинуло все. Это надо хит points картофельки? А как машину выбрали, конечно. Так, кроме что начинается, где stylish активно circular VM и Delhi кop или сег Bill. на банках чисто питаемся пиво заработал отлично насколько же удобно придумали что нужно по одной баночке сдавать тут в окошко выкинуть сразу показываю сколько набегает и удачно сдали но бутылки по кока-колы двухлитровый не принимает потому что из норвегии норвежские бутылки не принимают ну вот мы здесь на месте заходим еврокэш поедем я очень надеюсь что здесь будут совершенно другие цены возможно уже подорожала продукция но это не точно покатушки погнали ребятки погнали смотреть что почем так здесь энергетики смотрю энергетики почем интересного даже энергетик кому интересного давайте вам покажу так такие чтоб самые до известные вот и пары булла 24 на швец шведских кроны 20 крон этого 350 миллилитров шведских буду вам потом курс переводить на экране чтобы увидели сколько это выходит норвежских во сколько это экономно либо нет погнали тыс куча сладости сладости нас не очень интересует ну хотя шоколадки я не отказался бы а вот такие у нас также из шоколадки путь 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 ну да нарезки всякие типа хамон прошуто сервис таран нарезка в 400 грамм погнали дальше майонез цена 24 85 что меня интересовало мне хотелось что-то вот типа колбаски martadella это сливаюсь что-то из итальянского martadella 65 крон палочка колбасы я пожалуй возьму не хочется очень варенки такой знаете поесть погнали посмотрим молочку молочка о чем без молочка 15 крон смотрю до 1585 насколько я помню что дешевле чем наша наша была явно дороже я не ошибаюсь конечно по ощущениям нет смотрите курица 2 килограмма 59 крон но это сто процентов дешевле чем у нас в ворвегии не могу устоять не купить такую вот селедку я не знаю какая из них сладко какая из них острая соленая но вот какую-то я сейчас возьму по-любому смотрите какое есть крутое понимает а свинья да свинья такие вот куски по 5 килограмм 59 крон стоит за 1 кг в одной упаковке 4 килограмма 5 килограмма то есть по-разному смотрите огурцы за 1 килограмм я так понимаю 38 крон у нас один огурец вытягивает просто на весы его кладешь 25 крон за один огурец но в одном огурце явно нет одного килограмма правильно поэтому это выгодно картошка 1490 за килограмм лук 1790 цветной так чеснок 3990 вот такой лук обычный 1590 бананы на бананы кстати не дешевле я помню что у нас цены примера такие 28 что-то вот в этом районе яблоки 26 крон за килограмм это похоже на семеринку очень кислый вообще не люблю аж с кома берет вот макарончиками пожалуй я затарюсь ребят не помню цены у нас буду показывать вам какие они в швеции вот за полкилограмма вот такие вот обычные 485 возьму пожалуй одну пачку такой и хочу взять наверно вот такую лапшу у это уже конечно три килограмма пачка стоит 50 одну крону ну скажу вам заманчиво кстати за три килограмма я тоже пожалуй возьму еще с итальянским флагом масло подсолнечного дорогое 39 35 40 я скажу вам я покупаю там на самое дешевое экстра называется стоит 19 крон если не ошибаюсь то есть недорого совсем да есть конечно у нас и по 30 но тут прям недешево вот это я понимаю баночка огурцов 70 крон нифига себе были но очень заманчиво может взять а вот такие поменьше 33 кроны сальто это вот соленые вот то что надо правильно я понимаю исправьте если что у меня в комментариях но по-моему это соленые это видно что сладкий там 33 крон и баночка были мы не помню сколько же у нас стоит эльдорадо меня преследует из украины и норвегии с фирмой эльдорадо и в швеция эльдорадо все напоминает ребята это просто джек-пот я не могу в это поверить я дожил гречку за 30 крон это вообще это просто забей моей радости нет предела отвечаю потому что у нас ее вообще нет норвегии только в этих магазинах там всяких как вам сказать правильно там или китайских или так далее азиатских то здесь там она стоит 80 крон 70 здесь за пачку 2985 я себе беру сразу три штуки причем гречка нормально я вижу по ней вроде бы так не сырая именно как мы любим ребята насколько я сильно обрадовался настолько сильно и огорчился потому что не подсказала девочка что я короче не глянул просто об этой пачке всего лишь 400 грамм там не килограмм поэтому брать гречку не выгодно заедем и в азиатский магазин и возьмем там гречку в общем я положил обратно возьму такую пачку рис 1 килограмм 31 крона вроде бы недорого опять же эльдорадо ну елки-палки преследует просто меня может это вам покажется смешно дома не чая хотел идти в магазин куплю его теперь швеции чтобы не идти там как бы это логично в принципе вот такой стоит и тринкс черный который я быстро беру это в пачках не пойму либо раз от пакетиков ну слушайте это довольно выгодно у нас помню стоит одна пачка 30 сколько там вот она в общем меньше я не могу такую пачку здесь найти я ее не вижу просто ну там было меньше пакетиков по цена прям кром под 40 липтон пачка вот фруктовый 18-20 пакетиков вот такой вот с манго липтон 20 пакетиков 23 кроны обычно линка и там 20 крон сколько я помню примерно одинаково вот именно липтон с нашими ценами давайте покажу вам кофе причем причем здесь кофе кофе заварной у я вообще в кофе вообще не разбираюсь потому что его очень мало пью и и как бы заварные какие хорошие какие плохие вот у нас кафе 76 крон это здесь 150 грамм в пачке вот такой он из кафе и ликс какой-то the gold 84 кроны шведские вот эта девушка убежала спасибо ей большое она мне нашла утку я так хотел себе утку и говорит что это последняя утка которая была в морозильной камере это просто обалдеть я не думал что найду в норвегии говорят что вообще найти очень сложно но в швеции нашлась кстати не сказал цен на утке 2 и 2 килограмма 170 крон да немножко слёдиком вот ну за утку я готов это вообще на любимое мясо которое в принципе люблю после наравне со свининой ребята какую находку нашел смотрите я нашел куриные пупки куриные сердечки это вообще это просто мечтала и и конечно же куриная печень смотрите 300 грамм 15 крон ну штатского он грубо говоря да то есть килограмм тебе получится около 60 крон если мы покупали в азиатском за 110 крон один килограмм то есть два раза дешевле можно купить куриную печень ребята куриная филе 115 грамм 115 крон за 900 грамм кстати тогда брал в швеции в том городе пор и вот такую пачку бекона там было гораздо больше правда там было килограмма два наверно все не ошибаюсь стоило 100 крон то я смотрю что здесь цена 89 крон за кило 200 то есть как будто как будто дороже даже я это кстати плюс минус такая же сна как и у нас 28 вот 42 но даже бы из дешевле то есть чем короче логика в том что некоторые товары дешевле некоторые товары дороже то есть в основном конечно в швеции все большинство товаров дешевле чем норвегии это факт иначе бы сюда норвежцы не катались за покупками так теперь внимание хлеб 3743 впрочем ничего не меняется по сравнению с городом ор и но такой из белые 24 кроны но пожалуй для себя такое возьму у нас какие помните рассказывал если по 9 крон народу же даже я проехать не могу здесь пробки надо ставить магазина светофоры иначе не разобраться только вот на этом отделе сколько людей посмотрите это просто офигеть ну вот кстати ребята шоколадки цена такая же самая как я покупал и в городе ор и я смотрю по ценам там тоже было что-то 39 40 тире вот так тут цена в этом не отличается в общем все ребята иду на кассу двигаюсь гречку так и не купил потому что она дорогая оказалась здесь как я уже и сказал зрение возможно в азиатский магазин и там я уже куплю и скажу вам сколько она стоила вот сейчас мы пойдем еще магазин куб магазине купи глянем цены возможно там что-то еще дешевле можно будет купить и зайдем в магазин спорт аутлет там сейчас большие скидки на футболки на обувь на вообще принципе вещи нет футболок вообще можно купить короче себе вещей каких-то футболок вообще просто дефицит идем глянем цены спорт аутлете здесь большие скидки нужно нужно футболки купить вообще нет футболок все уже выцвели простиранный по 200 раз вот так же зербацкий отдел можно посмотреть что есть нужны крючки мне кстати небольшие кепочки да то что без акции конечно стоит недешево нельзя просто так взять и не купить себе швецию футболку с оленем или короче ребят набрал себе толстовок футболок знаете носить уже нечего думаю скуплю чтобы хоть одевать куда-то а потом сголовин ловлю на мысли что да теперь одевать есть что но а куда это одевать одевать-то и некуда кроме школы школы и когда-то выехать на прогулку какой-нибудь стюардал или вангер возможно в тронхейм этим все и ограничивается как-то так если по ценам то относительно недорого относительно вот допустим толстовки как правильно считать не знаю marine свитер 250 крон да если мы берем вот допустим вот такие футболки там с оленями с там горы лось изображены 100 крон если просто вообще без всяких фирменных надписей это вот обычной футболочки по 80 крон белые сразу все размеры элька м к с к то есть это все есть если мы берем фирму допустим джек джонс то там толстовочка уже стоит 265 крон вот так как-то кельвин кляйн тоже там около 250 крон это вот той стороне он тебе голубенькая зеленая и черная все в общем идем на кассу будем расплачивать все ребята скупились пора ехать домой дождя хоть нет одно радует что я могу сказать старался так брать чтобы особо не баловаться знаете такое самое нужное что мне нужно чтобы питаться принципе я доволен цены цены гораздо ниже чем были в том городе горы в курортном городке поэтому в целом поездка казалось удачной не сказал самого главного еще этот городок называется сторлин сепральная читаю где находится такой торговый центр и магазин куб супермаркет и супермаркет еврокеш вот там где мы в основном все покупали где ценные приемлемые